а как ваши кактусы готовятся в зимовке всем привет сегодня я покажу кактусов которые находятся у меня уже стадии практически покоя некоторых недоразовьются бутончики у некоторых феврале они процветут но чаще всего это происходит вот так они не развились и отсыхают времени немножко не хватило конечно наше сибирское лето она не такое шикарная длинная но в этом году надо сказать сегодня уже 15 октября а снега до сих пор нет чаще всего у нас снег ложится именно уже 14 октября это это уже который не тает поэтому природа наша нас побаловала в этом году мы благодарны вместе с кактусами очень бы хотелось верить то что у нас зима будет достаточно короткая а следующее лето более теплым но посмотрим как у нас что получится но по кактусам могу сказать что например даже по фера кактусом если вы вспомните какие у меня они были на солнышке летом у них центральные колючки которые записка из апекса выходили молоденькие колючки они были все такого яркого красноватого цвета настоящий момент они уже все стали одного цвета это один из признаков того что кактус засыпает перестается цветение не появляются новые колючки и даже старые они становятся более жесткими видите а то те которые молоденькие выходили они другого цвета либо белокремовые либо розоватые но при этом очень очень мягкие эти кактусы у меня стоят на подоконниках еще заморозка не было и я подумала а почему бы и нет пусть растения немножко порадуются хотя бы осенним солнечным лучам которые еще есть но при этом они уже впадают спячку некоторые кактусы у меня еще и будут зимовать в этом году именно вот так в общей плошке но я предполагаю что в следующем году уже они должны зацвести поэтому зимой моя задача разобрать вот эту плошку разобрать здесь эхинопсис и каждому предоставить свое жилище потом уже ждать нетерпением как они будут у нас цвести но без конца работая скажем так я даже не замечаю сейчас когда процветают у меня эхинопсис и этот большой кактус который уже 2006 года у меня находится он бесконечно цветет бесконечно достиг уже такого возраста что по три-четыре цветочка выпускает одновременно раз пять шесть за сезон но основная масса стоит у меня на веранде уже на полках тоже по всем можно сказать единицы еще те которые не впадают спячку прям единицы уже остались а в основном это уже все сон середина октября только поэтому так как видя что растения больше не растут я не имею права их поливать буду еще знаете может быть недели через полторы или через недельку я эти растения опрыскаю от паутиного клеща еще раз все но так вот полив уже полива уже не будет дальше там сложно еще выше показать и еще выше в общем мои кактусы уже отдыхают наслаждаются отдыхом а я переключаюсь на другие растения скажем так литопсы уже цвели скоро тоже начнут смену листьев сменят листья свои я их поливать тоже не будут для того чтобы правильно они сформировались возможно к весне соберу семена видно будет поспеет ли там коробочки с литопсов вот с кактусами уже все в этом году единственное опрыскивание произведу единожды и все переключаюсь на другие растения на орхидеи потому что этим летом из-за жары у меня очень сильно пересохли корни орхидей повредились мои орхидеи скажем так на них напала какая-то бяка рыжего цвета мелкая при мелкая ну вот буду восстанавливать орхидеи буду стремиться зацвести цикламены ну вот наблюдать буду за адениумами принципе на этом все всего вам доброго до свидания